всем привет в этом видео я расскажу как связать такой летний топ вяжется он очень просто здесь принципе показывать ничего поэтому я подробно расскажу все по рядам по петлям сколько набирала как вязала и я думаю будет понятно этот топ связан на 50 размер из пряжи пряжа из троицка бамбуковая цвет шафран 0 690 номер так здесь 50 граммах сто тридцать метров и это сто процентов бамбуковая вал от волокно на топ ушло 360 граммов пряжи сначала я сейчас тоже скажу по размерам длина его от самой верхней точке возле горловины 57 сантиметров ширина 55 сантиметров горловина по спинке ширина горловины так 21 сантиметр здесь я буду сейчас объяснять воротник я не могу так показать разложить сейчас правильно в горизонтальном положении на фото вы видели это выглядит так и здесь сразу скажу дополнительная часть воротника ширина у меня 18 сантиметров здесь можно выбирать ширину какую кто хочет дальше по рукаву ширина рукава в начале 20 сантиметров и в конце семнадцать с половиной длина рукава 8 сантиметров длина части с прибавлениями 25 сантиметров так производитель рекомендует вязать спиц на спицах 325 я использовала спицы два с половиной миллиметра можно конечно использовать и больший размер но учитывая что это бамбуковая вал от волокно я решила связать более туго чтобы меньше растягивалась два с половиной ночи миллиметра я вязала но вязала не туго вяжется пряжа очень легко и также я вязала отдельными полотнами спинку отдельно перед можно вязать по кругу до пройм здесь проймы не вывязываются но понятно что все равно в этом месте придется разделить вязание на спинку и перед и дальше вязать уже поворотными рядами но на мой взгляд все-таки бамбуковую пряжу и вискозную лучше вязать со швами здесь их незаметно я сейчас расскажу как я это вязала и как соединяла значит сначала я связала спинку затем переднюю часть и затем уже из проймы набирала рукава сейчас расскажу более подробно начнем в том порядке в каком я его вязала то есть со спинки на нижней части тупо я использовала ажурный узор на схему узора я оставлю ссылку под видео значит я взяла узорную использовала его не весь здесь видно вот вначале 1 как бы галочка и затем еще две близко друг другу и для этого я использовала от этой схемы провязав один раз с первого по тридцать шестой ряд то есть вот эту часть я не захватывала с 1 по тридцать шестой ряд рукав я вязала этим же узором но верхней частью по рукаву я скажу когда буду рассказывать про рукав значит на схему ссылка под видео будет запомнили с первого по тридцать шестой ряд и так для того чтобы понять сколько набирать петель я связала образец достаточно для этого изделия связать образец лицевой гладью не обязательно вязать ажурный узор так как существенной разницы ширине здесь нет значит связала образец лицевой гладью определила плотность вязания и рассчитала что полных рапортов у меня здесь помещается в нужной мне ширине 6 рапортов 6 рапортов по 20 петель почему 20 по схеме узора рапорт составляет 19 петель я между каждым рапортом еще добавляла одну лицевую петлю вот она вот рапорт лицевая петля рапорт лицевая петля ее можно добавлять можно не добавлять это как хотите я в между рапортами просто сама от себя добавила по одной петли лицевой поэтому у меня получился рапорт 20 петель и так я рассчитала что 6 рапортов по 20 петель у меня поместилось но петель мне нужно было больше поэтому также и вы рассчитываете сколько у вас полных рапортов помещается оставшееся количество петель можно разделить оставив по краям просто петли лицевой глади у меня получилось так распределение моих петель кромочная петля 9 лицевых 6 рапортов по 20 петель и в конце также 9 лицевых петель и кромочная и всего у меня 139 петель почему 139 потому что после последнего рапорта одну лицевую я уже не добавляла то есть 9 лицевых получается 5 раз по 20 и один раз 19 затем 9 лицевых и кромочная но я думаю здесь каждый рассчитает для себя сколько ему нужно по бокам и сколько в центре и так у меня 139 петель я набрала и вязала ровным полотном провязав с 1 по 36 ряд узор предварительно можно вязать можно не вязать как я сделала перед узором я провязала два ряда платочной вязки от начала затем перешла на узор то есть связала один раз с первого по тридцать шестой ряд и дальше перешла на лицевую гладь и вязала до скосов плеч сто сорок восемь рядов лицевой глади это без учета ажурного узора плюс к узору еще лицевой глади сто сорок 8 рядов и дальше я вывязала скосы плеч сделав оставив 8 точек разворота каждый раз я разворачивалась через пять петель то есть восемь раз по пять петель с одной стороны восемь раз по пять петель со второй стороны и провязала таким образом разворачиваясь 16 рядов и 2 еще дополнительных ряда которые в которых провязываются те петли на которых мы разворачивались также точно я провязывала скосы плеч в кардигане уют ссылку я на него оставлю то есть я отметила по 5 петель с каждой стороны и провязывала укороченными рядами провязала лицевой ряд оставила не довязала вернее 5 петель развернулась в изнаночном ряду провязываю не довязала 5 петель развернулась и так каждый раз опять лицевой еще 5 петель не довязываем изнаночный еще пять петель и так восемь раз по 5 петель с каждой стороны горловину не вывязывала оставила прямой кто не любит прямую горловину можно дополнительно еще сделать углубление и по вырезу горловины и так получилось у меня от начала вывязывания скоса плеч 18 рядов и всего лицевой глади после узора я провязала сто шестьдесят шесть рядов затем все петли которые у меня остались на спицах я оставила открытыми сняла на дополнительную леску на этом спинка была готова и я перешла на переднюю часть здесь вяжется все так же как на спинке но с дополнительным клином и так на спинку я также набрала сто тридцать девять петель распределение точно такое же как на спинке также провязала два ряда платочной вязки затем один раз узор с первого по тридцать шестой ряд и дальше перешла на лицевую гладь лицевой глади до начала вывязывания клина я провязала ровно семьдесят восемь рядов и дальше начала вывязывать клин как вывязывается этот клин ширину вы можете выбрать любую чем больше ширина клина тем сильнее и глубже больше будет складываться и глубже будет горловина я выбрала для себя ширину как я говорила уже 18 сантиметров рассчитала сколько у меня 18 сантиметров петель и это количество петель дополнительно добавила остальные петли вот если так сложить вот мой до дополненный клин они вяжутся без изменения как вяжется этот клин вяжется он очень просто нужно разделить вязание пополам при этом у вас желательно чтобы количество петель было нечетным вот как у меня например 139 петель одну петлю оставляем центральную оставшиеся петли делим пополам у меня получилось так 69 петель с одной стороны затем одна центральная и 69 петель со второй стороны не так я провязывала провязала 79 ряду 69 петель лицевой глади накид 1 лицевая накид 69 петель лицевой глади и дальше петли добавляются в центре этого клина а 69 петель с каждой стороны вяжутся неизменно до конца и так вначале получается здесь сначала одна центральная петля затем в следующем ряду с прибавками сейчас я скажу по прибавкам уже между накидами будет 3 лицевых в следующем ряду с прибавками между накидами 5 лицевых и так далее то есть прибавки только в клине как рассчитать эти прибавки я делала прибавки в каждом четвертом ряду то есть через лицевой один лицевой провязала с прибавками изнаночный без изменения следующий лицевой и изнаночный без изменения и в четвертом ряду уже опять делаю прибавку то есть через лицевой ряд в каждом четвертом ряду можно вначале сделать чаще потом реже это уже кому как нравится я делала всегда в четвертом ряду и так чтобы рассчитать сколько нужно сделать вернее где начать эти прибавки нужно то количество петель которое вы хотите для ширины клина умножить на 4 то есть каждом четвертом ряду умножить на 4 и это количество рядов нужно отнять от высоты спинки то есть у меня получилось 166 рядов полностью по спинке от них я отняла то количество петель которое нужно было мне я сделала всего 22 прибавки 22 раза я прибавила прибавила получается с каждой стороны по одному накиду 44 петли и так значит у меня по спинке 166 рядов 22 прибавки чтобы 44 петли получилось я отнимаю 166 минус 22 умножить на 4 и получается остаток 78 то есть 78 рядов я вяжу и семьдесят девятого я начинаю делать прибавки и так до конца 69 петель по краям и в центре делаются прибавки вот и все затем уже путем примерки примерив на себя я определила где я хочу оставить какое количество я хочу оставить на плечи так как горловину можно сделать у меня прямая же горловина здесь ее можно сделать более широкой более узкой это уже лучше делать путем примерки у меня я оставила вот примерно 20 21 сантиметр если она не маленькая горловина получается оставшиеся петли они свободны вот здесь у меня так вот если разложить вот клин остальные петли просто закрываю как я закрывала так еще сначала до переднюю часть я до конца не сказала скосы плеч по передней части точно так же как на спинке то есть в том же ряду начинаем и также по 5 петель 8 раз и всего 166 рядов ровно закончили затем определили сколько нам нужно на плечи у меня получилось на плечах я соединила по 46 петель оставшиеся петли остались открытыми плечи я соединила методом трех спиц это я уже неоднократно в своих видео показывала так вот шов выглядит по открытым петлям соединила и уже потом после соединения плеч я закрыла все открытые петли по передней части и по спинке одним рядом никак не обвязывала я горловину здесь хорошо все ложится сшила плечи и соединение по кругу закрыла все петли и все после этого я связала рукава рукава вязала из проймы с небольшими убавками для этого я от цен от плеча отсчитала по 36 кромочных петель 36 в эту сторону и 36 в эту сторону от плеча по 36 кромочных в каждую сторону и в это количество кромочных я набрала сто одну петлю как я набирала 50 петель 36 кромочных 50 петель еще в 36 кромочных и 1 в центре и у меня получилось также нечетное количество сто одна петля набирала я из каждой кромочной петли поднимая по одной петле и делая дополнительные накиды через 2 через 3 через 2 через 3 самом начале я сделала так после кромочной я добавила накид и затем чередовала через 2 через 3 также симметрично и с другой стороны после кромочной 1 накид то есть после первой петли и затем также через 2 через 3 через 2 через 3 дополнительный накид и так у меня получилось в каждые 36 петель по 50 петель я набрала всего что одна петля затем я провязала лицевой гладью 4 ряда вместе с наборным рядом и затем перешла на ажурный узор ажурный узор использовала из этой же схемы но верхнюю его часть так как я набирала петли из проймы чтобы одинаково сочеталась с нижним узором я провязала используя в этом узоре ряды сорок седьмого по шестьдесят восьмой ряд при этом вот эту часть я не вязала только две эти полоски сорок седьмом они начинаются в шестьдесят восьмом заканчиваются это видно так вот только эти две полоски провязав ажурный узор я провязала еще два ряда лицевой глади и петли закрыла закрывала просто путем протяжки не утолщенный край не как просто обычной протяжкой закрыла петли я сделала несколько убавок так пять раз я убавила 10 петель убавляла начале и в конце ряда провязывая по 2 петли вместе лицевой начале 2 петли вместе лицевой ряда и в конце ряда 2 петли вместе вместе лицевой убавляла следующих рядах первую бабку я сделала в третьем ряду затем седьмом в тринадцатом девятнадцатом и в двадцать пятом и того я убавила 10 петель у меня осталось на спицах концу вязания 91 петля и их я закрыла все на этом руках был готов по распределению узора точно также считаете сколько здесь вмещается полных рапортов а по краям лицевые петли у меня здесь получилось здесь рапорт немножко по-другому считается здесь получается 18 петель я считала плюс одна петля в конце для симметрии и у меня получилось 91 1 петля узора это 18 петель умножить на 5 и плюс 1 петля для симметрии и по краям у меня после первой убавки осталось 99 петель по краям у меня после кромочной по три лицевых получилось то есть кромочная 3 лицевые 91 петля узора 3 лицевые в конце и кромочная я так распределила до после первых третьем ряду я сделала первую убавку у меня осталось 99 петель и так я их распределила и дальше я убавляла именно по краю лицевые петли здесь узор не косны убавки узора не коснулись и всего получилось от начала вместе со всеми дополнительными лицевыми рядами у меня рукав составил 28 рядов после этого я соединила рукав когда я закончила закрывать петли рукава я не обрывая нить сразу же крючком начала соединять по кромочным петлям соединительными столбиками сначала рукав и затем перешла на боковую часть здесь шва незаметно он аккуратный получается просто я здесь еще не обрывала после стирки я всегда оставляю такие кончики и затем уже когда я увидела что они заправлены и хорошо заправлены все когда я после стирки уже увидела что ничего у меня не убежала только тогда я обрезаю кончики так я делаю всегда на такой скользкой пряжи с этой стороны получается косичка а с этой стороны ничего не видно особо затем я постирала изделия стирала вручную не стала рисковать машинки после стирки пряжа стала очень жесткая когда была мокрая но когда все высохла опять вернулась это такое струящее полотно получилось все вернулось в норму по размер по размерам я сушила в горизонтальном положении в размерах у меня практически не изменилось и измерить до стирки было более трудно потому что он особенно эластичным становится именно после стирки и и примерно у меня получилось я измеряла до стирки длина была 58 а после стирки стала 57 вот на сантиметр а ширина осталась такая же в таком изделии можно использовать конечно любой узор который вам нравится можно полностью вязать лицевой гладью можно вязать все узором клин например лицевой гладью так как он будет лучше складываться здесь конечно фантазия смысл я думаю такого воротника вы поняли вывязывается клин и сшивается не полностью то есть клин он в любом случае будет меньше в ней не меньше а горловина переда будет гораздо больше горловины спинки на ширину этого клина вот здесь уже как вы хотите можно шире можно уже это как я сказала лучше конечно примерять также при желании можно вывязать пройму и связать рукав закатом я рассказала как вязала я если вам у вас остались какие-то вопросы задавайте я поясню если что-то упустила на этом рассказ мой о моем топе закончен если вам понравилось свяжите себе тоже такой топ и обязательно присылайте фото своих работ на этом у меня все большое спасибо за просмотр и до встречи в моих новых видео а Продолжение следует...